Вы знали, что один мировой рекорд, который нереально побить, смог изменить историю целого вида спорта? А что насчет безумных баскетбольных рекордов, которые сложно поверить, или прыжка без парашюта с высоты почти 8 километров? Такое точно стоит увидеть. С вами Топ Хайп, и в этом выпуске я расскажу вам об этих и других невероятных рекордах, которые невозможно побить. Метание копья – достаточно интересная и зрелищная дисциплина. Особенно зрелищная она была, когда в ней выступал Уэ Хон. Немецкий спортсмен, установивший рекорд, который уже вряд ли будет побит 20 июля 1984 года, Уэ Хон буквально совершил бросок в историю. Он метнул копье с такой силой, что оно едва ли не вылетело за пределы поля. Снаряд приземлился на противоположном конце стадиона, чуть не задев людей. Когда были произведены замеры, результат ошарашил всех – 104 метра и 80 сантиметров. Этот рекорд не только вписал Уэ Хона в историю, но и полностью изменил саму дисциплину. Изначально планировали полностью запретить метание копья на стадионах, но в итоге решили просто изменить конструкцию копья. Центр тяжести у копья сместили вперед, что привело к более раннему опусканию носа снаряда. Это обезопасило дисциплину, но в то же время сократило дальность броска примерно на 10%. Рекорд по метанию нового копья установил Ян Железный. У чувака вот прям имя и фамилия для установления этого рекорда как будто были придуманы. В 1996 году метнув снаряд на 98 метров и 48 сантиметров. Учитывая, что даже этот рекорд не могут побить уже 26 лет, то что уж говорить о рекорде Уэ, как по мне его будет нереально побить. Необычный подъем по лестнице. Как можно подниматься по лестнице? Обычным способом. Перешагивая через одну или даже через несколько ступенек. Да что уж там, даже на руках можно взобраться наверх. А что насчет подъема по лестнице на голове? Кажется, что это полная чушь. Но именно этим занимается китайский экстремал Ли Лулун. Ему принадлежит крайне необычный рекорд за прыжки на голове по ступеням вверх. Ли встает в стойку, отпускает руки и начинает буквально скакать на голове по лестнице. При этом он не помогает себе руками. Он передвигается именно на голове, подпрыгивая перед каждым подъемом. Рекордсменом он стал в 2012 году, поднявшись таким образом на 34 ступени. А в 2015 побил свой же рекорд, поднявшись уже на 36 ступеней. В 2020 году Лун Лун попытался обновить рекорд, замахнувшись на 37 ступеней. Но у него ничего не вышло. Собственный рекорд он не побил. Кажется, что только этот китаец способен оставаться рекордсменом в такой необычной дисциплине. Баскетбол. Штрафной бросок в баскетболе. Обычное дело. Если вы смотрели баскетбольные матчи, то видели, что баскетболисты практически всегда попадают в кольцо, совершая штрафной бросок. Ведь для профессионального спортсмена нет проблем попасть мячом в корзину с такого расстояния. Даже несколько точных бросков в ряд для баскетболистов не проблема. Но что насчет десятков, сотен или даже тысяч точных бросков к ряду? Уверен, что даже такие топ-игроки, как Леброн Джеймс, Кевин Дюранд или Стефан Карри на такое не способны. Зато на это способен Тед Мартин. В 1975 году он смог попасть в корзину 739 раз подряд. А в 1996 обновил свой же рекорд, совершив 521 точное попадание. Это просто невероятно. Кто вообще этот Тед Мартин? Может легенда баскетбола, которую мало кто знает? На самом деле нет. Что во всей этой истории удивительно, так это то, что к баскетболу Тед едва ли имеет отношение. Он просто обладает хорошей меткостью. Глянем на еще один удивительный баскетбольный рекорд. Более 5000 попаданий в корзину это мощно. Но что насчет попадания в корзину с расстояния более 200 метров? Кажется, что это нереально, но Дерек Херон с этим не согласен. В 2018 году он приехал в королевство Лисотто в Южной Африке. И возле водопада в Малитсуньяне совершил точнейший бросок в корзину с высоты 201 метра 42 сантиметров. И хотя для установления рекорда Дерек потратил много времени и кучу баскетбольных мячей, это не отменяет эпичности этого рекорда. Как вы думаете, сможет ли кто-нибудь побить эти невероятные баскетбольные рекорды или это невозможно? Поделитесь своим мнением в комментариях и смотрите дальше, чтобы увидеть не менее крутые и безумные рекорды, которые вас точно впечатляют. Татуировки. Наверняка у кого-то из вас есть татуировки. У кого-то на теле может присутствовать одна едва заметная тату. А у кого-то, например, полностью забиты руки. В любом случае, сколько бы татух у вас не было, вы не сможете побить рекорд Грегори Пола Макларена, который более известен как Лаки Даймон Рич. Этот 52-летний житель Новой Зеландии является самым татуированным человеком планеты. 100% тела Лаки покрыто татуировками. Вы не найдете ни единого участка на его теле, который не был бы зататуирован. У Лаки имеются наколки даже на веках, между пальцами и во рту. У жителя Новой Зеландии так много татух и такое сильное желание набить что-нибудь еще, что ему приходится перебивать старые татуировки более цветными и светлыми, а также добавлять разные цвета. В дополнение ко всему прочему, у Лаки растянуты мочки ушей на зубах виниры. Как вы считаете, как долго гонщик может дрифтить? Несколько минут? Может быть целый час? Берите выше. В этом плане безумный рекорд принадлежит автомобильному инструктору Йохану Шварцу. Несколько лет назад он установил мировой рекорд по безостановочному дрифту. Йохан дрифтовал на BMW M5 по кругу целых 8 часов без перерыва. Установить такой рекорд крайне трудно. Причем не только из-за того, что гонщику нужно быть постоянно сконцентрированным, машину еще необходимо заправлять. Но как сделать это на ходу? На самом деле достаточно просто. Параллельно с Бэхой Шварц начинал дрифтовать еще одна машина с дополнительным баком в багажнике. Каскадер, высунувшись из окна второго автомобиля, подсоединял шланг к машине Шварца и запускал перекачку бензина. С помощью пяти дозаправок Йохан Шварц проехал в заносе около 374 километров. Это на 210 километров больше, чем предыдущий рекорд в этой дисциплине. Как думаете, такой рекорд вообще реально побить? Как вы представляете себе священников? Для многих из вас священник это духовный человек, далекий от спорта и демонстрации силы, так ведь? А что насчет такого священника? Это Кевин Фаст, и в свободное время от церковной службы он любит перетаскивать тяжести. Но самым главным достижением пастора является буксировка гигантского самолета. В 2009 он смог сдвинуть с места самолет весом в 189 тонн и протащить его на 9 метров вперед. Этот рекорд до сих пор никто не смог побить. Одни люди таскают самолеты, а другие выпрыгивают из них и летят прямо к земле. Один из таких любителей свободного падения каскадер Люк Эйкинс. Но при чем тут рекорд? При том, что прыгает Люк без всякого парашюта. Возникает логичный вопрос, как ему удается выжить при падении? Тут все просто. Люк падает на специальную сетку, растянутую на высоте 20 этажа небоскреба. 30 июля 2016 он провернул именно такой трюк. Он выпрыгнул из самолета на высоте 7600 метров и полетел к земле. Люк летел около 2,5 минут, прежде чем успешно приземлился на сетку. На подготовку этого невероятного трюка и рекорда у экстремала ушло 2 года. А сам рекорд до сих пор не побили. Чеканка. Вы умеете чеканить мяч? Как долго вы можете набивать его? Если вы играли в футбол, то наверняка продержитесь хотя бы полминуты. Но что если добавить к чеканке ходьбу? Да еще и суровые погодные условия? Тогда набивать мяч станет очень непросто. Тем не менее, с такими челленджами способен справиться Джон Фарванд. В 2019 году этот футбольный фристайлер установил невероятный рекорд. Для этого он взял с собой мяч, оборудование и отправился в Сахару. Джон ходил по пустыне, не переставая чеканить мяч. За час ему удалось преодолеть 5 километров и 860 метров, набивая мяч. На этом Джон не остановился и в течение последующих 7 дней он преодолел 100 километров раскаленной пустыни, все так же набивая мяч. Ни лютая жара, ни песчаные бури, ни неудобный рельеф местности не смогли ему помешать. Это настоящий рекордсмен. Вероятность попадания молнии в человека очень мала. Куда меньше вероятность того, что молния поразит человека несколько раз. Это по-настоящему уникальный случай. Собственно, с таким рекордом в историю вошел Рой Салливан. С 1942 по 1977 годы его 7 раз поразила молния, и он умудрился остаться в живых. В 1942 от удара молнии пострадал лишь ноготь Роя. В 1969 он потерял сознание после разряда. В 1970 молния парализовала ему руку. А в 1972 из-за очередного разряда у него загорелись волосы. В 5, 6 и 7 разряды наносили Рою разные травмы, однако он всякий раз оставался в живых. В связи с этим он был занесен в книгу рекордов Гиннесса. Не думаю, что кто-нибудь захочет повторить или побить рекорд Роя. Да и не получится это ни у кого. Ну а в комменты напишите, есть ли у вас собственные рекорды. А также, если вам было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok